коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской то проходите по ссылке в описании и вливайтесь места пока есть примерно половина мест на этом курсе продана и вот примерно половина есть для вас так насколько меня видно насколько меня слышно видите ли вы меня слышите ли вы меня напишите в чатике и с новым годом да друзья с новым годом прежде всего прежде чем мы начнем да все меня видно меня слышно я хочу посвятить этот тренинг вот прям конкретный этот тренинг самодисциплина 22 хочу посвятить памяти тех кто покинул нас в 2021 году давайте начнем с того что вспомним их и почтим их память если вы религиозны то можете помолиться о их душе если не религиозны то давайте просто вспомним давайте помолчим в том числе и 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 так начинаем самодисциплину я очень рад что вы решили провести эти 10 дней с пользой за эти 10 дней вы не измените свою жизнь полностью но вы можете заложить фундамент этой своей новой жизни напишите пожалуйста в чате кто из вас уже проходил самодисциплину а кто здесь впервые напишите в чате впервые вы здесь или вы уже проходили самодисциплину или есть люди которые уже много раз проходили самодисциплину седьмой какой седьмой или восьмой нет в седьмой в седьмой раз мы делаем самодисциплину в этот раз довольно много участников которые пришли впервые вот я прям вижу впервые 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 вот есть люди которые проходили но я Я понимаю, я просто смотрел по статистике, у нас в этот раз прям очень много людей, которые впервые к нам пришли. Поэтому я все время докручиваю, что-то меняю в самодисциплине, и какие-то вещи, естественно, повторяются, какие-то вещи делаются новые, и вот в этот раз я решил сделать классическую самодисциплину, эталонную. Не знаю, получится у меня это или нет, но тем не менее. Я очень люблю этот тренинг, действительно прям очень его люблю. Все задания и действия, которые мы делаем, они очень простые. Не в том смысле, что они нетрудные, а в том, что они несложные. И не надо будет ломать голову над тем, как их сделать. Нужно будет просто делать какие-то действия. И очень часто это действия не вполне комфортные. Давайте так, расскажите о себе кратенько. Где вы живете, чем вы занимаетесь, какая творческая деятельность у вас. И пока вы пишете в чате, я... Да, вы все правильно, Байерма, вы все пишете, пишете, вы все пишете. Сейчас я решил, чтобы не заморачиваться в этот раз. Я веду трансляцию сразу же на YouTube. И там будет, на YouTube будет основная площадка. О, Вологда, землячка, психолог. Че я хотел сказать? Господи. Да, я веду трансляцию в... Ребят, вопросы чуть позже, я все скажу. Одновременно на YouTube, и на YouTube будет основная площадка. Потому что вот все время были... Обычно у нас площадка была на сайте, и там все время кто-то зарегистрироваться не может, там еще что-то. Вот сейчас все просто. В рассылку отправлена ссылка на канал. На странице регистрации прямо вверху стоит ссылка на канал. То есть, ну, не найти, где проходит трансляция. Это надо просто вот, ну, очень сильно не хотеть попасть на самодисциплину. Так что, надеюсь, что в этот раз все найдутся. И кроме того, я веду дубль трансляций на моей странице в Facebook и на моей странице в моем аккаунте тоже на Facebook. Поэтому я не знаю, сколько сейчас человек в прямом эфире на YouTube. Вот везде суммарно сейчас на всех трех площадках 303 человека. Так, коротенько я про себя скажу. Потому что многие из вас пришли и знать не знают, кто я такой. По первой творческой профессии своей я, ну, я за скобки выношу, там, свои прозаические свои труды 90-х годов, журналистскую карьеру и начинаю с драматической карьеры. Я театральный драматург. Написал довольно много пьес, которые были поставлены в театрах и в России, и за рубежом. Пьеса «Убийца» была там под сотню постановок в России и, наверное, уже там 20-30 постановок в Европе. И много лет я работал сценаристом. Я детективщик. И написал огромное количество детективных сериалов. «Москва. Центральный округ», «Кодекс чести», «Час Волкова», «Побег», «Земляк» и так далее, и так далее. Если интересно, можно на кинопоиске найти мою фильмографию. Я сотрудничал со всеми российскими каналами, которые снимают сериалы. Много очень. Для первого канала написал, для России, для НТВ просто ведрами писал сериалы в свое время. И я педагог. Мое первое образование – филфак педагогическое. Потом я закончил в ГИК. И я преподаю много лет. Я впервые… Первый урок я провел в 13, что ли, лет. А уже, начиная лет с 20, постоянно преподавал. И наша сценарная мастерская существует с 2008 года. Мы первая российская частная онлайн киношкола. До нас возникла школа МИТЫ, но она была не онлайн. Вот онлайн – мы первая частная российская киношкола. И вот уже довольно много учеников я учу писать сценарии и книги. У нас есть три курса по написанию сценарий. Сейчас идет набор на онлайн-курс. Сценарий полнометражного фильма. И летом у нас будет проходить курс по написанию романа. У нас есть государственная лицензия образовательная. Есть возможность получить налоговый вычет. Вот вся эта хурма, которая нужна, да, вот она вся у нас есть. Поэтому вот если где-то учиться, если вы решили учиться сценарному мастерству, то наиболее правильное и очевидное решение – учиться в нашей сценарной мастерской. Соотношение цены-качества несравнимое ни с каким другим учебным заведением. И, соответственно, я рассчитываю, это не будет, вот самодисциплина, это не будет, знаете, такой продающий инфобизнесовый паскудный марафон, в котором каждый день по часу рассказывают о преимуществах продукта. Потому что мне много учеников не надо. Мне надо, чтобы из вас, ну, человек 10 пришло. То есть вот сейчас есть там около 20 мест осталось. Там 10 из них займут те, кто сейчас учится на сериальном курсе. Вот примерно если 10 из вас придут на этот курс, то это будет неплохо. Мы такой свежей крови добавим этому курсу. Хорошо, друзья. Так, идем дальше. Я прохожу самодисциплину вместе с вами, прохожу по хардкору. Наверное, если кто-то видел мои страницы в соцсетях, то вы видели, что сегодняшнее утро я начал с пробежки. Источники этого курса – это техники, которые я собирал много лет. Они проверены на мне, проверены на моих учениках и в мастерской, и в коучинге. То есть я никогда не учу тому, что не делаю я сам. И это всегда, когда я запускал курс по роману, я романы писал давным-давно, в 90-е годы. Они печатались в Эксмо. И вот когда я понял, что я хочу запустить курс по роману, но опыт-то у меня был давний, и я решил сначала я напишу серию романов. Я написал серию из романов. Газетчик, писатель, сценарист. Они были изданы в Эксмо, стали бестселлерами все три романа. Газетчик вошел в лонглист, большая книга. И после этого я решил, да, все окей. Я навыки свои обновил, еще раз посмотрел, что на рынке происходит, и снова готов этим заниматься. И после этого запустил курс. Будет два режима. Лайт режим и хардкор. В хардкоре будем бегать каждый день и обливаться ледяной водой. Вот исходя из этой информации, напишите, в каком режиме вы хотите проходить. В лайте или в хардкоре. Порядок у нас будет такой. Каждый урок сначала я буду давать задание для лайта. Потом у нас будет небольшой перерыв. Не перерыв, вернее, а упражнение. И дальше хардкор. И потом, после хардкора, я буду отвечать на вопросы. Потому что если я начинаю, я пробовал отвечать на вопросы в начале, и это все. Я полтора часа отвечаю на вопросы, и потом не хватает времени на этот самый. Порядок занятий такой. Стрим проходит в 12 часов в прямом эфире. По времени обычно это занимает около полутора часов. Может быть, сегодня чуть дольше. Но я постараюсь там в два часа точно уложиться. Дальше. У вас сутки для выполнения домашнего задания. Ответы пишите здесь же, в комментариях. Вот на ютубе. Давайте у нас ютуб будет основная база. Смотреть можете где угодно. На фейсбуке, там еще где-то. На странице в фейсбуке. Но ответы мы пишем, чтобы оно все было в одном месте. И я ленту ответов я вижу на ютубе. Я читаю все, поверьте мне. То есть, если вы решите мне какую-нибудь пакость написать там, то я это замечу и отреагирую, поверьте мне, мгновенно и жестко. Дальше. Не надо, пожалуйста, мне писать. Тоже есть такое. Мне начинают писать в личку, на почту там и так далее. А где найти предыдущий урок? Ребят, вот канал на ютубе. Все уроки здесь. Все будет здесь. Если вы что-то не успели посмотреть, что-то по-вологодски, как сказал, зайдите на канал, подпишитесь на канал, естественно. Я смею надеяться, что большинство из вас уже подписаны. И посмотрите, найдите предыдущий урок. Дальше. Ну, сами понимаете, да, смотреть тренинг вместе со всеми людьми. Сейчас 440 человек в прямом эфире нас смотрит. Я понимаю, что будет народ вымораживаться постепенно, и там до конца в прямом эфире уже там будет человек сто. Это тоже нормально совершенно. Вот. Но, тем не менее, поле некое общее создается. И вы читаете ответы в чате. Энергия прямого эфира – это совершенно другое. Совсем не то же самое, что смотреть в записи. Разница примерно, как заниматься сексом или смотреть на то, как кто-то занимается сексом. Будет мало теории. Я не читаю лекции, только практика. В большинстве случаев я не буду объяснять, почему нужно делать так-то и так-то. А буду просто говорить, делайте так. Все, получите результат. И, кстати, некоторые мои новые ученики удивляются. Как так? Вот мы приходим, никаких двухчасовых лекций, которые можно сидеть и слушать. Ну, не история мирового кинематографа. Эйзенштейн, Пудовкин. Поверьте мне, я все знаю про Эйзенштейна и Пудовкина. Но у нас другое. Практика. Задания, дедлайны и работа над ошибками. Читаем, пишем, переписываем. Пишем, переписываем. Потому что человек, если прослушал лекцию, у него возникает ощущение, что он уже как бы поработал. А у нас в мастерской и здесь на курсе, на самодисциплине, только тогда, когда вы сделали что-то, сдали домашние задания, только тогда вы поработали. И в итоге те, кто все делают, они в итоге обнаруживают, что вот у нас в мастерской, что оп, сам собой написался сценарий. И человек такой, это же я сам написал. На самом деле в том, что есть выстроена, очень структурированная система заданий и постоянная коррекция. Здесь то же самое будет происходить. Мы делаем и корректируем, корректируем, докручиваем, докручиваем, докручиваем. Небольшое предупреждение. Тренинг бесплатный. Если вам что-то здесь не нравится, то, что я говорю, то, как я размакиваю руками, как я экаю, бэкаю, мэкаю, заикаюсь или еще что-то, и вы мне об этом говорите, вы сразу получите бан. Безо всякого предупреждения. Второго шанса не будет. Бан вечный, разбана не бывает. У меня нет времени на то, чтобы кому-то объяснять и что-то доказывать. Если вам хочется со мной поспорить о чем-то, а вот Тони Робинс говорил вот так, а Боди Шефер говорил вот так, а нас в институте... Ребят, просто тихонечко закройте окошечко, отписывайтесь от рассылки, идите своим путем вместе с Боди Шефером, Тони Робинсом и так далее, и так далее. Не трепите нервы мне и себе. Еще один важный момент. Тоже прошу это учитывать. Ребят, вот прям поймите это, чтобы потом мы не тратили на это время. А, блин, у него идиотская прическа. Ну и что? Как мне на это реагировать? Доказывать вам, что это охуенная прическа? Ну, я не буду это делать. Тихо забаню вас и пойду дальше. Если вам кажется, что вы знаете какую-нибудь тоже очень крутую технику, или вы хотите порекомендовать участникам какую-нибудь книгу, тренинг или тренера, или свои услуги порекламировать, пожалуйста, не делайте этого. Потому что вам кажется, что добавление чего-нибудь повышает ценность, на самом деле понижает ценность. Потому что расфокус, да, вы отвлекаете людей. Делать надо только то, вот 10 дней нужно делать только то, что я вам говорю. И будет вам счастье. И последнее перед началом. Это не тренинг по писательству. Это не писательский марафон. И я не буду вас здесь учить конфликту, описаниям, структуре истории, системе персонажей и так далее. Это все, этим мы всем в мастерской занимаемся. И в то же время, хотя я буду вам давать задания какие-то связанные с вашим здоровьем, но это не тренинг по фитнесу, и это не тренинг по диетологии. Я не являюсь лицензированным фитнес-тренером или диетологом. Это тренинг по самодисциплине. И если у вас какие-то проблемы со здоровьем, посоветуйтесь со своим врачом. Вам от этого тренинга, то есть если у вас, например, есть какие-то проблемы со здоровьем, и вам от того, что вы обливаетесь ледяной водой, или меняете диету, или бегаете, вам от этого может стать сильно хуже. Я не хочу за это нести ответственность. Поэтому, если вы подозреваете, что что-то у вас со здоровьем вашим не так, либо проходите по лайту без хардкора, либо посоветуйтесь с врачом, со своим. А можно ли мне это делать? Чтобы не было так. А Молчанов сказал бегать. Ну, а если Молчанов скажет, прыгни из окна, вы что, прыгнете? То есть я предупредил, оставаясь здесь, вы берете на себя полную ответственность за любые последствия. И то же самое, друзья, не надо опять же со мной спорить. Я там буду говорить на хардкоре, допустим, пьем воду с лимоном, а мне там лимон и мед, а у меня аллергия на мед. Ну, хрен с вами, не пейте мед. Ну, мне все равно. До фени. Это не рекомендация по диете. То есть я даю какие-то задания, которые с вероятностью в 90% не повредят вашему здоровью. То есть обливание ледяной водой, я подозреваю, что вашему здоровью не повредит, а вот самодисциплину прокачает. Пить воду с лимоном, скорее всего, опять же, в 90% вероятности вашему здоровью не повредит. Отказ от кофе тоже, скорее всего, не повредит вашему здоровью. А вот самодисциплину все это прокачает. То есть все эти задания не на диетологию, не для того, чтобы вы похудели, а для того, чтобы вы прокачали самодисциплину. Теперь, давайте так, ребят, согласны вы с этим? Напишите в чате, согласны ли вы принять эти условия на этом тренинге? Если не согласны, дуйте отсюда. Так. В хардкоре бегать, будем бегать. Я обожаю хардкор. Просто это кайф. Лежу... Те, кто в гриппе, те, кто в ковиде, все ложитесь, все проходите лай. Тоже... А я йогой занимаюсь. Ну, занимайтесь йогой. Ну, мне пофиг, опять же. Просто бег, я рекомендую бег не потому, что я сам бегаю, да, а потому, что бег для многих людей это самое, как сказать, самая такая, ну, предельный, предельный, самый сложный способ начать заниматься спортом. Все, есть. Идем дальше. Что такое самодисциплина писателя? Самодисциплина писателя это не просто, да, я на вас наорал, и вы пошли, сели и начали писать. Вообще не про это. Это довольно сложная система, которая пронизывает всю свою жизнь. И мы на этой самодисциплине, мы ее только, ну, вот, начинаем, намечаем какими-то общими мазками. Нельзя ввести изолированную самодисциплину на 2-3 часа в день, а все остальное время делать все, что вам душе угодно. Самодисциплина, да, она пронизывает все 24 часа. То есть все остальные, вот вы час пишете, а 23 часа вы готовитесь к тому, чтобы писать. Поэтому это не так, что вот я вам на час, я пришел, Молчанов, к вам на час в вашу жизнь с кнутом, БДСМ такой, да, ну-ка быстро, садись, пиши. Нет, мы всю вашу жизнь должны устроить так, чтобы в нужный момент вы были готовы писать, чтобы вы вышли на пик формы в тот момент, когда вы садитесь за стол. Этим, кстати, я отличаюсь от тренеров-спортсменов, потому что спортсмен должен выйти на пик формы через 4 года к Олимпиаде, а вы у меня должны выходить на пик формы каждое утро и на следующий день, и на следующий день, и на следующий день, и снова, и снова выйти и сойти с этого пика формы. Теперь, друзья, мой любимый вопрос. Писали ли вы что-нибудь 14 апреля 2017 года? Напишите в чате. Да, вот кто-то пишет нет, кто-то пишет да, кто-то пишет не помню. Да, то есть, если вы начали вспоминать, какое там, какое там, 14, какой 14, апреля, а если я скажу 17 июля 2023 года, да, вот мне не надо задумываться при ответе на этот вопрос. Потому что, начиная примерно с 15 лет, я пишу каждый день. и день был, солнце взошло в этот день, я был с этой стороны земной поверхности. Если ответ да, значит да, я писал, что-то писал, обязательно, хотя бы одно предложение. Даже если я был в поездке где-то, да, то у меня был с собой блокнот, и в блокноте я обязательно что-то такое написал. Это не про то, чтобы приобретать постоянную мотивацию. То есть, самое главное, я прям взвиваюсь, когда про меня кто-нибудь говорит, что да, он великий мотиватор. Вот то, что он делает, он типа вот мотивирует, заряжает. Вот вообще ничего подобного. Даже рядом нет. Вот уж последнее, чем я занимаюсь, так это мотивации. Нам, писателю, если писателю нужна мотивация, какой он нахер писатель? Нам нужно выстроить такую рабочую систему, при которой вам не нужна мотивация, вам не надо заставлять себя писать, чтобы это была машина, которая едет как бы сама собой. Ее не надо все время пинать. И вот сейчас будет первая и последняя техника на этом тренинге, посвященная мотивации. Давайте так, напишите, пожалуйста, в чате, вот какой главный свой текст вы хотите написать в своей жизни. Что это? Не надо сюжет излагать, да? Ну вот что это? Детективный роман, история своей жизни, книгу стихов, учебник какой-то. Вот какой главный текст вы хотите написать? Я много лет уже пишу одну и ту же книгу. Это книга изложения системы повышения продуктивности для творческих людей. И все мои книги это и букварь сценариста, и волшебный пендели, ленивая скотина, и пишется, и писатели деньги, и мои литературные все тексты, и пьеса моя там убийца, и последняя моя пьеса, последняя моя пьеса учения мага, да, то есть все мои тексты, все, что я пишу, это изложение моей системы повышения продуктивности для творческих людей. Так, книга откровений, детективный роман, отлично, хорошо. вопрос, а для чего вы хотите это написать? Вот вы написали, что будет дальше, что вы хотите за это получить? Славу, уважение, деньги, вот подумайте, представьте, сейчас писать не надо, вот представьте, вы добились своей цели благодаря писательству, да, если вы хотите славу, вот ваша слава, если вы хотите деньги, вот эти деньги, уважение хотите, вот ваша Нобелевская премия, вот представьте, что вы это получили, и вот представьте, что у вас это уже есть, и вот вы проживаете свой день, уже это имея, уже получив то, что вы получите благодаря вашему сценарию, или книге, или пьесе, и вот представьте эту картину, как вы ее проводите, как вы проводите этот день, прям прочувствуйте его, вот вы ходите, что вы видите при этом, что вы слышите, какие запахи вы чувствуете, может запах книги, что вы осязаете, что вы чувствуете на вкус, да, вот вы сидите, может кофе пьете в кафе, и чувствуете, я писатель, я знаменитый писатель, офигенно, да, заводит вас эта картина, достаточно ли сильно вы этого хотите, напишите в чате, заводит, хотите это получить, пишу что-то новое, отлично, расслабленность, отлично, так, классно, вот это очень, вот вы прям в точку попали, расслабленность, да, то есть когда вы сделали то, что, для чего вы предназначены, вы можете отдохнуть, вы можете расслабиться, потому что когда ваш день наполнен делами, но вы все, это не те дела, уже 11 вечера, уже спать надо, но вы еще, а я еще вот это сделаю, и вот это, и вот это сделаю, а когда ты пишешь, и ты человек, созданный для письма, да, то есть задача, мы Богу нужны только до тех пор, пока мы для него что-то пишем, как только мы перестаем писать, мы ему становимся не нужны, и мы умираем, и вот когда ты пишущий человек, и когда ты пишешь, вот ты написал что-то с утра, три страницы текста, и у тебя уже ощущение, что день прожить не зря, и это очень круто, когда 9 утра, и ты уже все, ты свободен, до бессвободен, так что это вот, это очень точно то, что вы написали, что расслабленность, теперь вопрос, а действительно ли нужно для этого что-то написать, может быть проще получить это другим каким-то способом, если это слава, ну писателей мало кто знает, корпоратив писателя, сижу на кухне с котом, пью медовуху, да, может лучше пойти на телевидение, или если вам деньги нужны, может лучше пойти работать в банк, писатели очень мало зарабатывают, среди них очень мало, да, конечно, мне тут сразу, а роулинг, а вы не роулинг, никто из вас не роулинг, ребят, дело не в таланте, дело в том, что вы не в той культуре, которая позволяет заработать много денег писательством, да, то есть русскоязычная культура сегодня, инфраструктура писательская не позволяет много заработать, и вы не в то время, потому что роулинг появилась в то время, когда книжный бизнес приносил много денег, и все те авторы, которые зарабатывают сейчас много, они пришли там 30-40 лет назад, 20, самое позднее, 20 лет назад, вот позже 20 лет не приходили авторы, которые зарабатывают сейчас много денег, последний автор, который много зарабатывал в России, это, наверное, Минаев, может быть, Цыпкин, и то, я думаю, что он основные деньги зарабатывает не писательством, может быть, Глуховский, но тоже он деньги зарабатывает не писательством, а лицензированием компьютерных игр, так, хорошо, теперь выбирайте из этих видений какие-то блоки, да, вот выберите то, что сильнее всего заводит, и время от времени, если возникают проблемы с желанием писать, то можно показывать себе эти картинки, вот это ощущение расслабленности, да, если у вас нет сейчас ресурса, вы можете его взять из будущего, занять у будущего этого ресурса, и сейчас вложить, да, как бы взять кредит у себя же, энергетический, такая быстрая инъекция мотивации, да, сегодня у меня не пишется, я представлю, как будет тогда, когда я уже все напишу, и это меня немножечко подстегнет, но это такая быстрая-быстрая такая рюмка мотивации, но если вам все время нужна внешняя мотивация, значит, что-то идет не так, наша с вами задача построить вечный писательский двигатель, вот и с этим мы будем заниматься, начнем потихонечку, начнем прямо сейчас, напишите в чате, сколько страниц вы пишете в день? Так, сколько страниц вы пишете в день? Одну, одну, а не привет. Так, пять тысяч знаков, от двух до трех, полстраницы, три страницы, пока ноль. Окей, хорошо, вот вам задание будет за эти 24 часа написать одну страницу текста, одну страницу, только, ребят, не надо мне, а каким кеглем, да каким угодно, хоть на листе в блокноте, а какого размера блокнот, какой есть, в таком и напишите, да, то есть важно родить одну единицу текста, одну страницу, покрытую текстом с одной стороны, вот задание будет вам на этот, на эти 24 часа. У нас с вами есть, были предварительные задания, не все их проходили, да, но мы готовились к тому, что мы будем писать тексты, я надеюсь, что большинство из вас уже знает, что вы будете писать. Если у вас сейчас нет никакой идеи, то описывайте просто свою жизнь. Страницу в варде, мне пофиг, в варде, не в варде, в блокноте, там, просто лист, бумажный лист, понимаете? Важно, одна единица текста, страница. Дальше. А давайте так. Все ли вы уже понимаете, что вы будете писать? Знаете ли вы, что вы будете писать на этом тренинге? Знаю, что и как, да, отлично. Вот если вы не знаете, то описывайте свою жизнь. Просто возьмите вот тренировка, тренировка описания своей жизни. Если у вас будет один стих, вот смотрите, что касается стихов, это хороший вопрос на самом деле, я не буду от него отмахиваться. Стихи пишутся, стихи, кстати, пьесы, они пишутся немножко по другому принципу. Вы ходите и варите, варите, варите у себя какой-то текст. А потом вы садитесь и его выплескиваете, записываете. Вот стихи пишутся так. Поэмы пишутся по-другому. То есть вы садитесь и начинаете писать какое-то количество слов или страниц или строк в день. Поэтому, можно ли продолжать писать роман, который я сейчас пишу? Да, конечно, естественно. И поэтому я не советую брать стихотворные тексты для этого урока, для этого тренинга. Лучше брать какой-то текст, который длинный текст. То есть для того, чтобы писать короткие тексты, самодисциплина не нужна. Самодисциплина нужна для того, чтобы писать длинные тексты. Выходить из творческого состояния и снова возвращаться для того, чтобы писать текст дальше. Хорошо, все, ребят. Всем, надеюсь, все понятно. Надо написать одну страницу текста. После этого обязательно нужно сделать вот что. Нужно сделать, и это так же важно, как и написать одну страницу текста. Если у вас в конце страницы текста будет половина слова, закончите на половине слова. Ни в коем случае не переходите и не заканчивайте слово. То есть одна страница текста от начала до конца. Ни одного знака не должно быть на второй странице. Не должно быть меньше на одно слово. Страница до конца. Вот очень простое задание. Но не все с ним справятся. После этого нужно сделать себе подарок за хорошо сделанную работу. Если вы будете проходить по лайту, можно съесть что-нибудь вкусненькое. Можно выпить чашку кофе. Хотя здесь это опасный путь, потому что создает некую пищевую привычку. Поэтому со вкусненьким ничего плохого в этом нет. Но надо просто осознавать опасность. То есть у вас складывается такая дофаминовая петля, связанная именно с едой. Поэтому я награждать советую хорошей прогулкой приятной, хорошей музыкой, хорошим сериалом каким-нибудь. Опять же, если вы будете лайт проходить. На хардкоре у нас вертикальные сериалы будут запрещены. Не знаю, хорошим сексом, какой-нибудь хорошей книжкой себя вознаградить. Если ничего этого нет, обязательно подойдите к зеркалу и похвалите себя. Скажите, ты молодец, ты написал страницу. Прямо обязательно это делайте. Прямо проследите за этим. И надо будет написать отчет, что вы это сделали. Почему? Для чего это делается? Это делается для выхода из состояния работы. То есть мы себя хвалим не для того, чтобы поднять свою самооценку. О, я себя похвалил. Да я, оказывается, классно пишу. Я же себя похвалил. Нет, не для этого. А для того, чтобы создать ритуал выхода из рабочего состояния. Чтобы вы не тащили свое рабочее состояние за собой. Похвалили и все, работа закончена. Не сразу это будет выход получаться. Но постепенно, постепенно, раз десять это сделайте. И дальше сложится уже, опять же, да, сложится ритуал. И вы уже будете очень легко из этого выходить. Либо подарок какой-то себе, либо похвалить. Важно, дальше. Не заставлять себя захотеть написать. То есть, чтобы не было такого. Вот я сажусь, мне пока не хочется писать. Все еще не хочется. Ну, потуплю в фейсбуке. Нет, и сейчас еще не хочется. А, сейчас вроде захотелось. А, нет, показалось. Нет, не хочется. А, все, захотелось. Вот я сажусь, пишу. Мы не ждем того момента, когда нам захочется писать. Потому что, чтобы захотелось, должно сойтись много факторов. А для того, чтобы не хотеть, достаточно одного фактора. Например, отвлечение. Или там зуб болит. Или еще что-то. Поэтому, если вы не хотите писать, пишите нехотя. Не заставляйте себя захотеть. Не хочу сегодня писать. Блин, я вообще никогда не хочу писать. Такого не бывает, чтобы я хотел писать. Я не спрашиваю себя. Молчанов, ты хочешь сегодня писать? Ну, не знаю, хочу или нет. В общем, мне это не очень даже интересно. Утро. Да, есть время. Я сажусь и пишу. В процессе я вдруг обнаружу. Да, хочу. Или сегодня как-то прям особенно не хочу. Но начал писать. Вроде как захотел. Дальше. Важно. На время тренинга категорически запрещается перечитывать написанное и редактировать. Написали, закрыли. И не думайте остальной день о тексте. Не надо только... А, Хемингуэй говорил, надо перечитывать. Ну, блин, идите на мастер-класс в Кемингуэре. Хороший дядька, классный. Много ли он выучил писателей? Сам писал отлично. Но что-то он делал, да, видимо... Видимо, чему-то он учил не тому, что он делал сам. Дальше. Когда вы это сделаете? Напишите в комментах к этому видео не позднее 12 часов следующего дня. Написал или написал одну страницу. За это сделал себе такой-то подарок. Или похвалил. Ну, и по тех, кто хардкор, еще написать отчет, что сделано по хардкору. Ок. Насколько это понятно? Понятно ли это? Написано... Нет, написано и не надо выкладывать. Редактировать нельзя. Братцы, понятно все? Я пишу свой рассказ. Да, можно. Что лучше писать? Новый роман или старый, который надоел? Не знаю. Примите сами. Творческие решения, ребят, принимайте творческие решения сами. Я не могу принимать за вас, ни за кого из вас, никакие творческие решения. Это мега превышение моих полномочий. Это все равно, что я бы сказал вам. Не любите вот этого человека, а вот на этом женитесь. Или за этого замуж выходите. Вот это примерно такого уровня превышения полномочий. Не имею я права лезть в ваши творческие вопросы. Так, ответы на ваши вопросы будут после хардкора. Завтра буду рассказывать, как превратить свое рабочее место вместо силы. Сейчас гляну, сколько. Так, отчет куда писать? Блин, ятишки на жизнь. Только что ведь сказал. Несколько раз причем сказал. В комментариях к этому видео. Так, гляну, сколько сейчас. 500-519 человек. Пик. Так, дальше. Да, пока все здесь. Друзья, если хотите присоединиться. Вот оно, настало! Инфобизнесовые продажи начались. Сейчас идет набор на наш онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. Ссылка в описании. Зайдите, посмотрите. Места есть, хватайте. И с марта начнем мощную движуху. Очень люблю тоже этот курс сценарий полнометражного фильма. Он такой, он очень терапевтичный. Он очень-очень психологичный. То есть, там меньше каких-то число, чисто ремесленных вещей. Хотя они тоже есть. Там сценарная запись и так. Путь героя. Все это там есть. Но он такой, он именно прям психотерапевтичный. Так, идем дальше. Хардкор. В этот раз Лайту я тоже советую досидеть до конца. Задание. Возьмите в руки прямо сейчас любой предмет. Любой. Кроме телефона. Чашку, книгу, все что угодно. Но только не телефон. Возьмите его в руки. Прямо сейчас. И в течение минуты на нем концентрироваться. Просто держите его в руке и внимательнейшим образом его разглядывайте. Сейчас я закрою, чтобы вам не мешать. На эту минуту закрою видео. Время пошло. Время пошло. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, минута прошла. Отлично. Теперь, не называя этот предмет, напишите в чат, что вы за за эту минуту про этот предмет узнали, может быть, какие-то его характеристики. Сам предмет не называйте. Размер, цвет, вес, мысли, может быть, какие-то возникли. Вот все, что вы за эту минуту про этот предмет узнали, напишите в чате, не называя сам предмет. Ха-ха, охренеть. Вот так-то. А вы думали? Вот всего лишь минута концентрации. Минута концентрации. Хранилище ценного. Помыть надо. Мой помощник в творчестве. Нужные тихие. Старая пора менять. Интересно, да? Сколько интересного мы увидели. О, он мне не нравится. Тяжеловатый, неправильной формы. Нетоксичен. Сделан в Мексике. Гениальное изобретение. Сколько интересного мы увидели всего за одну минуту в предмете, который вы видите, очевидно, да? Видите каждый день. Вот, я не помню, кто, Пиаже, по-моему, говорил, что гений – это внимание. Это очень точно сказано. Самое главное, чему мы учимся, да? Мы учимся управлять вниманием. И вот этим мы потихонечку-потихонечку будем с вами заниматься. Обучение, управление, как бы создание вашей личной системы управления вашим вниманием. Теперь правила для хардкора. Озвучиваю. Не смотрим телевизор. Не слушаем радио. Не смотрим вертикальные сериалы, в которых одна серия – одна история. Горизонтальные сериалы можно. Где длинное кино. Не слушаем музыку со словами, если вы проходите хардкор. Не читаем новости в интернете. Вот это для меня самое сложное – не слушать музыку со словами. Почему? Потому что отвлекает. Потому что мы этого даже не замечаем. Мы очень часто начинаем музыку слушать тогда, когда занимаемся чем-то другим. То есть, если хотите послушать музыку, в том числе и со словами, да, садитесь и слушайте музыку. Ничем другим, кроме этого, не занимайтесь. То есть, не совмещайте слушание музыки, особенно музыки со словами, неважно на каком языке, ни с какими другими делами. Не читаем новости в интернете 10 дней. Не читаем френд-ленту в соцсетях. Для хардкора френд-лента в соцсетях закрыта. Как это сделать? Сейчас я вам скажу. Вконтакте это делается так. Я уже сам не помню. Она у меня давным-давно закрыта. Заходите в... Можете потом в записи послушать эту инструкцию. Нажимаете новости. Нажимаете там такие вот черточки. Нажимаете показываются. Нажимаете действия. Нажимаете скрыть все и сохранить. Все. Профит. Больше ленту в ВКонтакте вы не видите. Как убрать ленту в Фейсбуке? В Яндексе набираете Kill News Feed. Kill News Feed. Английскими буквами. Скачиваете приложение, устанавливаете. Все. Ленту больше не видите. Естественно, если, например, вы работаете... Не знаю. Вы новостник и работаете со второго числа. И вам надо читать ленту. Ну, значит, вы не проходите по хардкору. Постить можно. Да. Писать посты, постить можно. Так. Дальше. Электронную почту проверяем один раз в день. Утром, вечером. Не важно. Но не больше одного раза в день. Все. Точка. У кого есть скачанное порно. Конечно. Я сейчас обращаюсь не к вам, не к тем, кто слушает этот тренинг, а к тем плохим людям, которые где-то там ходят по улице. У которых там ссылки сохранены с порно там и так далее, и так далее. Мы удаляем все. Просмотр порнографии под запретом на время тренинга. Все потешаются над этим всегда, но мы-то знаем, как обстоят дела. Порно очень опасная штука. Именно с точки зрения создания такой абсолютно бесполезной, вымораживающей, вытягивающей энергии дофаминовой петли. Дальше. Не курим. По хардкору не курим 10 дней. Если вы курите, идите читайте Алана Карра, бросайте и все. И не курите. Курить бросить реально. Я курил 20 лет. Не курю уже 17. Не пьем спиртное. 10 дней. Никакого спиртного. Ноль спиртного. Не пьем кофе. Не едим сладкое. Не едим хлеб. Не едим торт. Торт – это сладкий хлеб. Не едим пельмени. Пельмени – это хлеб с мясом. Вместо этого подъем на час раньше. Кроме тех случаев, когда вы и так встаете раньше 6 утра. То есть если вы встаете раньше 6 утра, там в 5 утра, то не надо вставать в 4. Все, уже 5 утра – это уже достаточно. Дальше. Ледяной душ. Ой, Александр, а можно контрастный? Можно. Главное, чтобы включал в себя ледяной душ. Дальше. Стакан теплой воды с медом и лимоном. Ой, Александр, а если у меня аллергия на мед? Не кладите мед, господи. Ну, ребят, ну, взрослые люди. Ой, а у меня там изжога от лимона. Ну, не кладите лимон, пейте просто теплую воду. Дальше. Пробежка. Ой, а можно я заменю пробежку йогой? Мне пофиг. Пробежка – это одна из самых сложных физических активностей, которые очень сложнее всего в себя встроить. Наша задача именно самодисциплировать. Ой, а можно я заменю пробежку, не знаю, силовыми упражнениями? А можно вы просто попробуете сделать то, что я говорю? И посмотрите, что из этого получится. За каждое послабление себе штраф. Каким может быть штраф? 100 отжиманий, например, может быть штрафом. Хороший штраф 100 рублей или 1000 рублей на доброе дело, с которым вы не согласны. То есть есть то, что вреда особого не нанесет миру, но вы с этим не согласны. Вот переведите туда на это дело 100 рублей за каждое послабление. Вам это будет хорошее наказание, ну и мир особо не разрушит. Дальше. Еще одно дополнительное задание для хардкора. Прочитать за время тренинга одну книгу из области, в которой вы ничего не знаете и никогда этой областью не интересовались. Именно книгу, не аудио прослушать. И лучше бумажную. Прям найти какую-нибудь книгу, которую вы не читали. Если нет в библиотеке, сходить в книжный, взять, купить какую-то книгу из области, которой вы вообще никогда не интересовались, не увлекались. И прочитать ее. Дальше. Дополнительное задание для всех. Сделать какой-то подарок вселенной, людям. Сделать какую-то выдачу в мир. Доброе дело для всех. Если не можете придумать, какое доброе дело сделать, сделайте репост вот этого видео в своих соцсетях. Вот прям нажмите и репостните. Пусть ваши подписчики тоже к нам присоединятся. И принять подарок от вселенной. То есть выдать что-то в мир и получить что-то от мира. Мы... Ой, я сидел, я целый день сидел и ждал подарки от вселенной. На самом деле вы получали подарки, просто вы их не заметили. А то и отказались. Такое тоже бывает. Вот мы потренируемся с вами в течение этих 10 дней. Выдавать в мир. Вот моя выдача в мир – это тренинг. Вот я вам сегодня целый час что-то выдавал в мир. И, соответственно, дальше я что-то буду получать. Что я буду получать? Я сейчас с сыном пойду кататься на самках. Вот это будет мне подарок от вселенной. Классно. Я его с удовольствием приму. Хорошо. Ох, мы с вами какие молодцы. Я четко структурировал, видимо, в этот раз. Прямо всю историю. 12.52. За 52 минуты уложился. Готов отвечать на ваши вопросы. Книга, язык не важен? Не важен. Кто по хардкору идет, чем можно себя вознаградить за писательство? Ну, похвалите себя, например. Чем-нибудь хардкорным. Прыгните с парашютом. Так, пробежку вечером вместо утром можно делать? Да, можно. Так. Прикол. Предыдущий год оказался подготовкой к самодисциплине. Вопросы. Вопросы. Фрукты, чай. Да, можно. Ребят, еще раз. Важно, чтобы вы понимали, что это не тренинг по диете. Да? Ой, а фрукты, там же сахар. Ну, мне пофиг. Мы взяли одну какую-то привычку пищевую. Да? И вот мы с ней работаем. Кофе и этот самый. Ой, кофе прямо сейчас пью. Выливать. Но если вы проходите по хардкору, то, конечно, выливать. С алкоголем промашка вышла, я уже приняла. Что делать? Суньте голову под ледяной душ. Так, читать тексты по работе. Это приравнивается к чтению ленты. В целом, если есть возможность не читать тексты по работе в течение этих 10 дней, то не читайте. Не отвлекайтесь. А как обливание влияет на писательство? Непосредственно на писательство никак не влияет. Да? Это влияет на самодисциплину. То есть вы смогли сконцентрироваться на том, чтобы заставить себя облиться ледяной водой. И сделали это. И почему-то те люди, которые в состоянии себя приучить к тому, чтобы бегать или обливаться водой, почему-то у них лучше получается в нужный момент садиться и писать. Поэтому влияет очень самым непосредственным образом. Хотя, конечно, вы от того, что вы обольетесь, вы сразу же писать не будете. О, блин! Я же присылаю. Мы же приседали. Мы же раньше приседали. Точно. Мы раньше... Я поменял сейчас это упражнение. Мы раньше от 10 до 100 раз приседали. Да, мы сейчас не приседаем. Так. Вместо пробежки час на кардиотренажере можно? Нет. Нет. А можно йогой заменить? Нет. А цигуном можно заменить? Нет. Ребят, я понимаю, что начинается сразу такой торг такой. Сразу же начинается. Да? Бег. Так. Песни можно приравнять к стихам или бред? Да. Я думаю, что это так. Посоветуйте книгу. Давайте я вам посоветую лучше мужчину, с которым вам заняться сексом. Давайте. А вы мне женщину посоветуете, с которой мне заняться сексом. Для меня это из вот такого разряда вопрос. Давайте я вам посоветую, какого ребенка усыновить. Откуда я знаю, какую вам, какую конкретно вам книгу подойдет почитать? Я же не знаю, в какой области вы специализируетесь. Я не знаю, какие все книги в вашей жизни вы уже прочитали. Так. Сколько пробежков, может быть, сколько вы держите? Можно вот вокруг дома оббежать. Так. А по лайту что? Написать страницу текста и похвалить себя. Была операция. Ребят, вот это, да, вот это хороший вопрос. Была операция на связках колена, могу вместо пробежки ходить? Да, конечно. Конечно. Ребят, если у вас есть какие-то физические проблемы, да, колени там или еще что-то, ну, не убивайте себя. Или лучше вообще не рискуйте. Не проходите, уберите это из хардкора. Да, то есть адаптируйте для себя хардкор. Да, вот это я не могу. Но не делайте это. Так, если параллельно пишу лекции для своего тренинга, я не знаю, отложите их. Ну, еще раз, вы лекции можете написать тогда, когда захотите. Тренинг этот вы проходите здесь и сейчас. Поэтому, если писать о своей жизни неинтересно, а идей нет для лайта, пишите о чем угодно. Так, подарок в мир, как часто делать в течение года, раз в неделю, да хоть раз в секунду. Я делаю каждый день. Можно ли, кроме одной страницы вашего задания, писать выпускную работу в киношколе? Я понятия не имею, Антон. Вот вы знаете, вот вы меня, честно говоря, слегка подбешиваете. Я не очень вас понимаю. Вы учиться приходите ко мне на бесплатные тренинги, на мои, да, делать что-то. А учитесь вы в какой-то, блин, там киношколе. Вы идите тогда, пусть вас в той вашей киношколе, вас мастер учит и самодисциплине тоже. На хрен, блядь, все, идите отсюда. Не буду я, не хочу я для других, за других мастеров не хочу делать их работу. Так. Можно ли работать над двумя вещами одновременно? Очень не советую. Можно ли перечитать свой старый текст, которому вот на эти 10 дней хочу вернуться? Лучше новый текст писать, потому что, опять же, вы сейчас потащите все свои какие-то старые, старые способы работы с текстом. Пробежка по максимуму до предела? Нет. Лучше начать с минимума. С какого-то, вот сколько сможете. Там, 500 метров. Если вы никогда не бегали, там, вокруг дома бежите, все, достаточно. А потом уже можно постепенно наращивать. Так, ледяной душ, пробежка начинается с завтрашнего дня. Если утром будете бегать, то с утра. Если вечером, то можно сегодня уже бежать. Так, вместо холодного душ, холодная ванна на одну минуту подойдет? Не знаю. Давайте вернем приседания. А давайте я буду решать, что вернем, а что не вернем. Книгу не художественную, любую. Матом можно ругаться во время обливания холодной водой? Можно. Сколько времени бегать? Столько, сколько вам нужно. Так, нет возможности ничего не писать. Ну, ребят, я советую, опять же, не совмещать этот тренинг с какой-то другой такой мозговой работой. Потому что реально, например, если вы работаете журналистом и еще пишете прозу, это самое... Ну, я много лет работал журналистом, и два года я совмещал, я писал романы уже для Эксмо и работал журналистом. Два вида похожей творческой деятельности совмещать очень сложно. Копирайтинг плохо совмещается с этим самым, с написанием текстов. Так. Книгу по незнакомой теме не художественную, можно и художественную. Никогда не бегал. Я не знаю, сколько для вас будет комфортно. Ребят, ну вот я вам скажу, 10 минут, а вы на пятой минуте сдохнете. Ну, я откуда знаю. Столько, сколько вам... Сколько вам будет комфортно пробежать для начала. Самой петь... Смотрите, и слушать можно. На самом деле и слушать музыку можно, но нельзя совмещать слушание музыки с чем-нибудь еще. То есть, когда вы слушаете музыку и, например, пишете. Вот это я очень не советую делать. Особенно, если музыки поют слова. Это очень такой отвлекающий фактор. Мы этого даже не замечаем, но... Все спрашивают, сколько бегать минимально. Ребят, вот всем, кто спрашивает, сколько бегать минимально вокруг вашего дома. Один раз оббежите. Вот для начала этого будет достаточно. Нельзя проходить... Ребят, можете делать все, что угодно. Что будет вместо приседаний? Уже было. То, что было вместо приседаний, уже было. Так, если уже бегаю, начну бегать... Да, это хардкор. Так, никогда не бегала и возраст большой. Ходить пешком? Есть ограничения на мат? Хороший вопрос. На самом деле, можно было бы его ввести. У меня сложное отношение к мату. Но в мастерской, например, мы не материмся. И в текстах не материмся. И, естественно, я не матерюсь. И студенты тоже не матерятся. Но дело в том, что в целом мат это... Если интересно, как я к мату отношусь, найдите видео на канале есть. Оно называется «Видео про ХУЙ». Где-то недели-две назад я его записал. Можете посмотреть. Так, пробежка... Ребят, что тут происходит? Я в первый раз. Господи. Переслушайте запись. Так, если я light, хочется что-то... Берите. Так, пишу свою книгу. Готов написать страницу своей книги. Да. Да, так можно. Так. Если так, каждый день хожу купаться в озеро Морж, все равно обливаться. Да. Если вы уже Морж, это окей. Просто продолжайте это делать. Так. Да, ребят, редактировать текст в процессе написания. Если слово... Если опечатался или слово в прошлом предложении захотел поменять, ну, давайте мы, ну, совсем-то не будем до абсуда доводить. Да? Ну, поменяйте. Нет проблем в этом. Просто, чтобы не было такого, чтобы вы начали увязать в редактуре. Так, выбрала light. Окей. Да. Бегать в валенках или можно у лыжи? Ребят, ну, давайте я не буду вам, это самое, указывать форму одежды. Если вы к ногам еще при этом привяжете лыжи, то это будет считаться бегом. Почему нельзя перечитывать? Потому что происходит увязание в редактуре. Редактура – это другой тип работы. Другой отдел мозга работает над редактурой. И для нас это очень тяжелое переключение. И люди, просто не замечая этого, начинают вместо написания текста, начинают увязать в редактуре. Поэтому мы никогда не редактируем. Мы всегда пишем до конца, заканчиваем первый драфт, а потом начинаем редактировать. Для мастерской это железное правило. Так, если я сова. А вы знаете, что не всем бегать полезно? А вы знаете, что бан? Я об этом, по-моему, уже раза четыре, ребят, сказал. О том, что я думаю по поводу полезно, неполезно и так далее. Так. То есть вы рекомендуете писать тексты в тишине? Хороший вопрос. Есть нюанс. Если, например, вы работаете в каком-нибудь очень шумном помещении, мне случалось писать в редакции, где постоянно люди орут. И тогда хороший способ отгородиться от этого шума – это музыка. То есть наушники надеваешь, включаешь какую-нибудь музычку и пишешь. И я писал под тяжелый металл всегда. Но это как бы, это понимаете, да, что это все равно ваши силы тратить. Вы энергию тратите на слушание этого металла. Потом я уже делал просто. Я надевал наушники, но музыку не включал. Но в целом музыка может быть частью ритуала письма. Тоже такое может быть. То есть если, например, человек уже создал ритуал, при котором он пишет под определенную музыку. Стивен Кинг, кстати говоря, много лет писал под тяжелый металл. Под ACDC или под Guns N' Roses. Поэтому может такое быть. То есть если вы, например, сложный какой-то текст, который сложно себя заставлять работать над ним, у меня был сценарий один, который я писал под Элтона Джона. То есть я прям специально создавал, как бы, начинал писать под Элтона Джона, чтобы каждый раз включать Элтона Джона и входить в это состояние. Но это не бесплатно. То есть слушание музыки, оно немножко всегда высасывает энергию. Так, написать страницу с паузами все равно, без разницы. Так, бег с музыкой – это совмещение. Хороший вопрос. В серой зоне. Я бегаю. То есть я считаю, что бег можно совмещать с музыкой. То есть у вас физическое действие отделено от умственного действия. То есть мне кажется, что так – да. То есть я не советую совмещать слушание музыки и, например… То есть все-таки я не советую совмещать слушание музыки и написание текста. Так. Совмещаю аудиокниги и музыку с рукоделием. Тут надо смотреть тоже, что за рукоделие. То есть насколько сложно это рукоделие. Если там повторяющиеся действия какие-то, да, то это может быть. В целом, мне кажется, что музыку можно слушать под бег. Я думаю, что можно. Так. Когда уже приступим? Да вы уже… Я вас не держу. Можете уже идти. Я сижу на вопросы, отвечаю. Если распишешься и захочется дальше продолжать, поток пойдет. О, классный вопрос. Смотрите, самодисциплина в том, чтобы вовремя заканчивать. То есть когда вы научитесь вовремя заканчивать, вам на следующий день проще будет начинать. То есть начинать на следующий день сложно тем, кто в этот день, в предыдущий, не смог вовремя закончить. Если вы отдадитесь этому потоку и скажете, а, мне сегодня так пишется, так все, я сегодня напишу 13 страниц. Ну и все, это будут последние 13 страниц. В следующий раз вы через два месяца захотите что-то написать. Очень многие так вот и заканчивают. Вот так вот. Идет поток. Я пишу, пишу, пишу. Написал 30 страниц. Ну и все. И вот эти 30 страниц будут последние, что вы напишите. Что делать сегодня? Все сказано. Переслушайте запись. Так, я лайт. Можно ли заниматься другим видом творчества, декорирования? Понятия не имею. Не знаю. Я не изучал. Может быть и можно. Понятия не имею. Попробуйте. Расскажите потом, как получится. Так. Пишу в строительных научниках. Да, кстати, классная штука. Ну и кому-то Моцарт помогает. Я говорю, что с музыкой есть такая штука. Хорошо выстроить стену звука между собой какими-то отвлечениями. И хорошо создается, хорошо работает как ритуал. Но не бесплатно. Это не бесплатно. За это приходится платить. Так. Есть ли ограничения на мясо? Да. Я делал я такую штуку, что для супер-мега-хардкора отключаем мясо на время тренинга. Но я не стал это делать. Почему? Потому что, ну, во-первых, там отдельный большой дискуссионный вопрос. Вредно ли мясо? Он нас может завести в такие гебри, что лучше даже туда и не идти. Поэтому я убрал это. Интересно ваше профессиональное мнение о книге «Пиши сокращай». Но это книга редактора, ребят. Это не книга писателя. Это книга редактора о работе с нон-фикшн-текстами. Ну, хорошая редакторская книга, написанная редактором для других редакторов. Зачем она писателям? Не очень понимаю. Для писателя я считаю, что она вредная. Так. Если хотите почитать книгу именно для писателя, возьмите мою «Пишица». И сделайте то, что там сказано. И сделайте то, что я рекомендую. И сравните результаты. Поверьте, результаты вас приятно удивят. Можно ли смотреть полнометражные законченные фильмы? Да. Мне надо работать с пятого. Не знаю. Решите сами. О, хороший вопрос. В течение дня можно думать над развитием сюжета, чтобы потом сесть и написать? Наша с вами задача сделать так, чтобы вы во время остального дня не думали над развитием сюжета. Чтобы вы над развитием сюжета думали тогда, когда вам нужно садиться и писать. То есть мы садимся сначала, планируем, что мы будем писать. Распланировали. А потом садимся и пишем. То есть мы отдельно. Сначала есть технология работы. Сначала мы пишем по эпизодный план или outline. Написали. Потом мы пишем тело текста. И вот этот выход похвалил себя, сделал подарок и вышел из этого состояния. Он именно для того, чтобы не думать над развитием сюжета. Потому что на самом деле мы не думаем, а мы крутим, просто крутим, крутим, как белка в колесе, крутим одну и ту же какую-то мысль. Она и копирайтерам вредная. Ну, я бы осторожно это говорил. Почему? Потому что все-таки он коллега мой. А о коллегах я стараюсь плохо не отзываться. Вот так вот сказано. Поэтому я считаю, что редакторам она вполне не бесполезная. Просто у редакторов другой подход к тексту. Они вообще другим полушарием на текст смотрят. Что относительно азартных игр? Нет. Никаких азартных игр. Можно писать по эпизодник? Можно. Так. Ну, хорошо. Вроде все. Мы сегодня прям молодцы с вами. За час двенадцать уложились. Все, увидимся завтра в 12 часов на следующем уроке самодисциплины для писателей и сценаристов. Спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok